Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую! Я по вас соскучилась, очень правда. Я знаю, что меня не было очень давно, почти где-то месяц. И уже мне столько пишут, Яна, куда вы пропали, почему вы не выходите, вы в порядке, у вас всё нормально. И последнее сообщение мне просто добило, когда девушка написала, вы уже больше всё не будете вести свой канал, да? Но я в этот момент подумала, ну всё, надо выходить из подполья. Народ требует хлеба, да, из зрелищ. Итак, давайте сделаем такой расклад, а тема будет такая. Вспоминает ли он вас на данный момент? Подумайте о своём мужчине, загадайте его, представьте его. Вот какой он сейчас на данный момент, как он выглядит, да? Давайте будем смотреть. Этот расклад будет без вариантов. Здесь всего лишь один ваш мужчина. Подумайте о нём. Если изначально будет резонировать, значит, смотрим до конца. Если не резонирует, если вы понимаете, что это не про вашего мужчину, то смотреть не нужно. Итак, думаем. Думаем, загадали все своего мужчину. Какой он? Представьте его очень хорошо. Почувствуйте его, почувствуйте его. Увидьте его взором, его глаза, его энергетику. Почувствуйте, понюхайте, я бы ещё сказала. Давайте, давайте, работаем, работаем. Сейчас будем смотреть. Итак, вспоминает ли он вас? Ваш мужчина, вот он сегодня, вот какой он сегодня, что он сейчас именно делает? Давайте посмотрим, чтобы от этого уже дальше отталкиваться. Итак, кто он? Ещё. Ещё. Ну вот, смотрите. У него сегодня тяжёлый день. Он не задался уже с самого утра. Возможно, в течение последних трёх, ну, давайте, скажем, последних пяти-трёх дней были какие-то проблемы. На работе, дома. Какой-то серьёзный разговор у него состоялся с каким-то человеком. Я всё-таки думаю, что это мужчина. Мужчина, возможно, его старше. Может быть, родственник. Может быть, компаньон по работе. Может быть, начальник. И разговор здесь серьёзный. Как бы, ну что, ну что, давай, как ты будешь думать? Как мы будем это решать? Давай, ты будешь это делать, а я буду... То есть здесь идёт мужской серьёзный разговор. Для него, кстати, для вашего мужчины, не совсем приятный. Но он никуда деться не может. Здесь нужно как-то что-то решить. И уже последние вот эти три-пять дней, да, последняя вот эта вот неделя, так скажем, для него какая-то очень тяжёлая. Знаете, вот погода такая непонятная, правда, да? То солнце как-то вот вчера вышло, сегодня опять тучи, там к дождику уже, и дождик уже есть намеревается пойти. Вот у него то же самое на душе. Вот какая сейчас погода, вот заметьте, какая сейчас погода, и какая была погода последние вот эти три-пять дней. Вот такая же погода у него в душе. А может быть, в семье, да, как в песне. Погода в доме. Вот здесь то же самое. И если у вашего мужчины есть дети, это общий расклад, да? Я смотрю сейчас в общем. Если у вашего мужчины есть дети, то здесь какие-то ещё мелкие проблемы с детьми тоже. Ну, я не знаю, там в школе что-то натворили, или там, я не знаю, купить что-то там ребёнок просит, я не знаю, какую-то там машинку самую дорогую, да, или ещё что-то. Если нету детей, значит, это просто тоже идут проблемы просто в семье. Что-то как-то не укладывать, не может, да, как-то вот что-то там завершиться, успокоиться. Какая-то буря непонятная, вода какая-то мутная у них в семье, там что-то между друг дружками не договорились. Что-то, что-то, кто-то у кого-то, может быть, требует, да? Если ваш мужчина работает программистом, работает в интернете, у него тоже есть какие-то сейчас на данный момент проблемы, потому что какие-то проекты незавершённые, клиенты там что-то деньги ему не туда отправили, и он сейчас всё это переделает, программа там соскочила, сбой дала, то здесь тоже может быть. В принципе, я хочу сказать, мужчина на данный момент, ваш мужчина на данный момент, находится в тяжёлом состоянии. Ну, тяжёлое состояние не по здоровью, а по делам его, да? Вот ему воздались и сейчас плохие дела. Значит, он до этого что-то сделал неправильно, и он сейчас пытается выйти из этого тупика. Вот по этим картам я не могу сказать, что он о вас сейчас думает, потому что ему сейчас как бы тоже не до вас. И однозначно здесь я не могу так же сказать, мужчина женатый или нет. Даже суть даже не в этом. Я в принципе говорю, энергетика вашего мужчины такова сейчас, на данный момент. Идём дальше. Давайте посмотрим, как он видит вас, чтобы вы тоже понимали дальше. Это ваш мужчина о вас думает или нет. Как он видит вас сейчас. Как ваш мужчина видит вас сейчас. Ого, как интересно. Как интересно. Как он о вас думает. Очень интересно. Ну, вот смотрите. Кстати, так как это общий опять же расклад. Здесь могут смотреть женщины замужние уже в браке. Или же свободные, холостые. Да, чтобы вы понимали. Вот смотрите. Если вы в браке, и этот мужчина ваш знает, что вы в браке. Он думает о том, как она там живёт сейчас в семье своей. Как у неё дела с мужем. Как у неё дела с детьми, например. Да, или внуками, например. Что она делает? Потому что он о вас хочет что-то узнать. И не знает, как это сделать. О вас очень мало информации. Вы практически закрытая сейчас от него. И он никак не может нарыть. Вот знаете. Роет, роет ямку на вас. И никак не может войти в ваше поле. Да. Вашу энергетику. Прикоснуться к вашему, так скажем. Потому что вы как бы отгородились. Старайтесь ничего ему не рассказывать, что у вас в семье. Да. Поэтому он думает. Скорее всего, она, наверное, работает. Кстати, он ещё думает. Ох, ведьма. Ох, ведьма меня приворожила. Я не мучаюсь, страдаю здесь. Да. А она вообще как бы... Я ей не нужен. Вот что он ещё думает. И он ещё, знаете, что думает? Чего это она умолкла. Наверное, что-то там себя опять задумала приворожить меня. Меня к себе как-то привязать. Уже в 105 раз, наверное, приворот она мне делает. Учится, когда на кошках. Вот. Вот у него есть такие мысли. Есть, да. Не у всех, конечно. Не все мужчины думают. Но что-то такое думает. Ух, ведьма там. Если он вам говорил, что вы ведьма, это 100%. Также он думает о том, что, наверное, она работает постоянно, да. Ну, она же... Кто дома ещё должен деньги зарабатывать? Только она и работает. На всю семью. На детей. На внуков. На мужа своего. Все от неё зависят. Всех кормит она. Также он думает о том, что он вас узнает уже очень давно, что вы даны ему судьбою. Женщина у него кармическая, женщина судьбоносная. Вы должны были появиться в его жизни, так как с появлением вас в его жизни, его жизнь очень сильно изменилась кардинальным образом. Поэтому он вас считает таким неким, может быть, талисманом своей, удачей своей, да. Вот этой вот женщиной сердца, женщиной души. Если всё-таки вы свободны, вы не замужем, и он это прекрасно знает, что вы свободны, ну, или же разведены, например, да. Да, ну, вы одна сейчас. Вот он тоже думает так же практически, что, что она там затеяла, да, что она хочет? Замуж за меня она хочет? А может быть, уже вышла замуж за кого-то, не дождавшись меня? Вот у него такие мысли есть. Потому что он тоже практически хочет о вас что-то узнать, и не может, у него нет никакой информации, и он добыть не может. Может быть, вы его заблокировали, например, и он думает. Или на работе вы себя так ведёте, что он никак не может узнать, что у вас сейчас в личной жизни. Он на работе-то вас видит, вы вместе работаете. Кстати, он вас видит как хорошим профессионалом в своё дело, свою работу вы знаете очень хорошо. Вас видит также судьбоносной своей женщиной, потому что вы как-то влияете на его жизнь своим присутствием, своим отношением, своим взглядом, своей жизнью непосредственно. В параллель он ставит своей, и тем самым он меняется, меняется как мужчина. И он точно так же где-то думает, что она там затеяла. Она же за меня замуж хотела. Да, сама вышла за другого или нет, или меня ждёт. Ему так это интересно. Вас-то он видит женщину, которая хочет замуж. Он в вас не видит какую-то легкомысленную, там какую-то, знаете, женщину, которая хочет просто погулять. Нет. Он в вас видит такую созревшую для серьёзных отношений, или уже бывшую, да, в отношениях, и она уже с лёгкостью дальше не пойдёт. Она ещё брак. Ей нужен ещё брак, да. Вот он так и мыслит, он так и думает, что эта женщина-мать, эта женщина-хозяйка, эта женщина, ну, я не знаю, всё в ней есть. Как настоящая императрица, да. Настоящая женщина, которая хочет изначально хороших, серьёзных отношений. Хочет рода своего, продолжения своего рода. Он это в вас видит. Так. Вспоминает он о вас? Давайте. Вопросы реброма. Вспоминает ли он о вас сегодня? Давайте сегодня посмотрим. О, да. Ещё. Вспоминает. Ой, ещё как вспоминает. Божечки. Ой, как вспоминает. Ой-ой-ой-ой. Да, да. Вот сейчас объясню. Смотрите, как он. Ой, и дьявол. Ну, как же ж без дьявола? Ой. Расклад, значит, будет неполным, если он не вылезет. Смотрите. Он вас не просто вспоминает. Просто, знаете, какая красивая, потрясающая женщина, которая оставила неизгладимый след в его жизни и пропала. Нет, девочки, не так. Где моя палочка? Вот смотрите. Вот смотрите. Если вы зашли к нему в кабинет и закрыли бы дверь. Ох, что было бы. Ох, что было бы. Понимаете? Стены трещали бы. Я не знаю. И окна бы тоже ходили бы ходуном. Мужчина почему-то считает, что вы его женщина. Вы. Вот он собственник здесь. Он очень ревнивый. Ревнивый до безобразия. Именно сейчас. Я не знаю. Может быть, вы мне там в комментариях напишите. Да Яночка, он вообще не ревнивый. Да я ему вообще как-то раньше пофиг была. Это может быть раньше. А сейчас он очень ревнивый. Не дай бог, если он в коридоре где-нибудь вас увидит там с Петром Ивановичем, любезно беседующей. Знаете, что с ним будет? Инфаркт Микардо будет у него. Или он придет, будет выяснять отношения прям публично. Потому что мужчина четко знает. Она моя. Вы знаете, что для мужчины это слово? Она моя. Это я не знаю, как. Вот мне сейчас есть мужчина слушает, они понимают, о чем я. Потому что это все. Это мое. Я никому не дам. Это моя вещь. Это женщина моя. Я не знаю, как это объяснить. По-мужски. Вот я очень хорошо это понимаю. Мне словами сложно объяснить. Я знаю, что мужчины это сейчас поймут. Вот здесь то же самое. Вот когда ты покупаешь какую-то вещь, например, да, красивое бриллиантовое кольцо. Вот оно же твое. Все. Ты его носишь или не носишь, неважно, но это твое. И ты никому даже не позволишь, чтобы кто-то даже примерил это. Все. Здесь как вот, я не знаю, как-то вот так вот это выглядит. Если, к примеру, кольца отнести. Мужчина очень сильно хочет. И знаете, у него зависимость к вам шла постепенно. Постепенно, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Он говорит, ну, знаете, как ты в гору лезешь, когда и до самой макушки доходишь. До Эвереста. И говоришь, ес, победа! Я добралась. Вот здесь то же самое. Я не хотел, но так получилось. Да я до вершины, я дошел, я шел, шел и дошел. Но так получилось. И вот здесь то же самое. Он не может понять, а как так вот. Ну, тянет, очень постоянно тянет. Утром, днем, вечером. Ну, хочу постоянно эту женщину. Ну, что делать? Ничего поделать не могу. У него то же самое. У него очень сильно сексуальная страсть к вам. Ну, страсть, знаете, какая? Не такая похотливая. Да, там, сделал свое дело и пошел гулять дальше смело. Нет. Здесь все больше страсть идет сексуального характера и с эмоциями. Вы знаете, когда ты просто занимаешься сексом просто, ну, просто для здоровья. А когда ты занимаешься это с любовью? Есть разница. Конечно, и разница большая. И вот здесь то же самое. Он хочет с вами заниматься сексом с любовью, с эмоциями, с чувствами. Потому что ему этого не хватает. Потому что человек вас любит. Любит. Вот и все. Этим все сказано. Ой. Основное сказала. И так как здесь возможны отношения на расстоянии, это или вы живете в разных странах, в разных городах, или на очень большом расстоянии, да? Или же он сейчас в отъезде, или вы в отъезде. Может быть, он сейчас с командировкой куда-то полетел. Или он на отдыхе сейчас. На данный момент, может быть, да? Вы на расстоянии. Такое тоже может быть. Он очень сильно хочет к вам приехать. Или очень сильно хочет, чтобы вы к нему приехали. Потому что это расстояние его убивает. Даже если ему командировку дали сейчас на 10 дней, вы знаете для него, как это плохо? Блин, это... Это командировка? Не командировка. Он уже думает, быстрее бы все закончилось, что мне все надоело. Поэтому мужчина очень хочет вас видеть. И он не знает, что сделать. Потому что есть такие обстоятельства, которые от него не зависящие. Вот. Ну, не от него это все зависит. Например. Например, вы замужем. Вы находитесь на расстоянии с этим человеком. И он ничего сделать не может. Во-первых, расстояние между вами есть. Это раз. Во-вторых, вы замужем. Это два. Это те точки. Это тот тупик, который он не может один пройти. Ему очень сложно. Понимаете, да? То есть, вот это вот здесь может быть. Здесь еще так же может проиграться, что у вас есть разница в возрасте. Например, вы старше своего мужчины. Ну, я не знаю, там на два, на три года. А может быть, на десять, на пятнадцать лет. Здесь тоже это проигрывается. Это ваш расклад, если такой есть. Или, например, ваш мужчина старше вас намного. Или же по духу. Может быть, вы секретарь, а он ваш начальник. Или, например, вы начальница, а мужчина ваш подчиненный. Здесь тоже это проигрывается. Мужчина вас очень сильно хочет. Если вы сейчас смотрите, думаете, да как? Он же вообще и вида не показывает. Да, он вида не показывает. Но вы представляете, что у него в душе? У него ураган и буря. Просто потому что он не может, он не знает, как вам подойти. Мужчина стесняется. Вы старше него. У него опыта меньше. Может быть, он никогда не был женатым. А вы, может быть, уже не один раз были замужем. У вас очень хороший такой, знаете, опыт по жизни к мужчинам. То, если он вам нравится, господи, ну, позовите его к себе на красную ковровую дорожку и закройте дверь. Ну и все. Ну, что здесь думать? Если вы его хотите, он у вас тоже, да? Да решите этот вопрос за один день, господи. Что еще тут добавить? Что еще тут добавить? Я знаю, что вы друг друга очень хорошо чувствуете. На каком-то, я не знаю, шестом-седьмом чувстве. Вы очень хорошо друг друга чувствуете. Понимаете. И то, что у вас есть разница в возрасте, такая фигня. Я вам серьезно говорю. Вы сейчас вот со мной все согласитесь. Вот кто слушает меня, что та разница в возрасте, это только у вас в паспортах она, да, считается как разница в возрасте. А так нет. Вы как на одной волне. И то, у вас даже есть такое внутреннее ощущение, что вы и друг друга знаете очень давно, что вы уже в той жизни там какой-то, не знаю, прошлой, да, до нашей эры, я там, не знаю, уже встречались, уже виделись. А это так оно и есть. У нас как кармический идет, поэтому у вас уже были с этим человеком какие-то встречи в прошлом. Чем они закончили? Скорее всего, ничем. Может быть, кто-то от кого-то ушел. И вот здесь опять как бы все проигрывается, да. Ну вот, как-то вот так вот. Ха, хорошо. Вот такой был расклад на тему, да, вспоминает ли он вас сегодня. Да, очень сильно вспоминает. Может быть, видно, не показывает, но вспоминает. Всем спасибо. Всех люблю, всех обожаю. Спасибо, что не расходитесь. Спасибо, что остаетесь со мною. И до скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok